Порядка 500 рабочих компаний Мунайфилдсервис в Жанаузене сегодня устроили забастовку. Нефтяники требовали выплаты долгов по заработной плате. Руководство сервисной компании, которая является субподрядчиком у Узенмунайгаза, ссылается на временные финансовые трудности и обещает погасить долги до конца года. Подробности в следующем материале. Это просто трудовой спор, конфликт, а никакой там политический, ничего нет. Просто мы работодатель и рабочий. Да, вы хотите получить зарплату, положим то, что мы заработали. Наученные горьким опытом прошлых забастовок в Жанаузене, нефтяники особенно подчеркивают. Это вовсе не политический, а всего лишь трудовой спор. И на этот раз он в компании Мунайфилдсервис, подрядной организации, занимающейся капитальным ремонтом скважин. Правда, длится он уже полгода. Задерживать заработную плату в Мунайфилдсервис начали с мая месяца. И с этого времени профсоюз сервисных компаний, разработав новый коллективный договор, пытается посадить за стол переговоров учредителей компании. Но это оказалось нереальным. Тогда рабочие вынуждены были организовать первую акцию протеста. И небезуспешно люди смогли отстоять часть своих прав по зарплате и по условиям труда. Вот кадры с той акции протеста. Гендиректор Давлит Галиев клятвенно заверяет работникам. Все нормализуется, руководство принимает все меры для устранения неполадок. Заказы есть до конца года, никого не уволим. Представители местной власти, вмешавшись в деятельность частной структуры, смогли локализовать еще один очаг социального взрыва. Людей спасли от увольнений, но появилась другая проблема. Задержка заработной платы стала систематической, говорят рабочие. Больше нам уже идти некуда, делать некуда. Деваться. Вот народ стоит. Какой им ответ? То, что они обещали, это не ответ, конечно. Выходите на работу, работайте, мы когда-нибудь заплатим деньги. Люди не хотят бесплатно работать. С сегодняшнего дня более 500 человек компании Мунафилдсервис остановили работу до полного погашения задолженностей. Рабочие утверждают, что их обманули. Ни одно условие коллективного договора так и не было выполнено учредителями. Более того, они и не знают, на кого работают и кто их учредитель. Любая попытка встретиться с ним и поговорить глазу на глаз, и спросить, в чем собственно дело, заканчивалась неудачей. Журналисты мы. Один вопрос. Один всего лишь вопрос. И сегодня вновь нанятый менеджер так и не смог ответить на вопросы сбунтовавшихся рабочих. Прежде было экономически очень выгодное предприятие. А на данный момент мы находимся в банкротовском состоянии. Мы должны там каткани, мы должны басахтау, мы должны ассоциация, плюс все мы должны. Даже на зарплату людям все счета арестованы. Сейчас вот выдаем зарплату и то без премии, без ничего, да, через решение постановления прокуратуры. И сейчас наши бухгалтеры не занимаются зарплатой, занимаются судебные исполнители. Вот такая петрушка. Вот аудиторская проверка, она была проведена? Была, была. До меня было, все было, но я не знаю, куда ушли те деньги, которые действительно люди заработали. Я не знаю, это не могу. А кто учредители вообще фирмы? Я не знаю. Хозяин кто? Никто не знает. Говорят, я знаю, что фамилию. Седов Андрей Евгеньевич. Больше они у меня ничего не знают. Это что, российская? Да, российская, да. По всей видимости, делится мнением рабочий Мунафилдсервис. Некий Андрей Седов – это, возможно, подставное лицо, так как за 8 лет существования компании его никто не видел. Люди и дальше готовы работать без судовых и даже рады этому. Но только не понимают, как такое прибыльное дело в нефтяной отрасли может оказаться банкротом. К тому находят свое объяснение. Чем полтора миллиарда долг платить, легче, наверное, там обанкротить, продать или под другим названием открыть, я не знаю. А будущие месяцы, вот что нас интересует. Ходят слухи, что после Нового года не будет вообще этой организации. А это значит, все 530 окажутся безработными. И куда нам пойти потом? А это все тихо будет, если люди так не встанут. Это тихо, один прекрасный день. Тем временем Аким Жанаазена Серегбай Трумов, участвовавший на переговорах примирительной комиссии, вынужден был констатировать несостоятельность итогов этой встречи. И, возможно, поэтому ему, градоначальнику города, где митинги нефтяников стали перманентным явлением, не осталось ничего, кроме примитивной фразы. Работать надо, ребята. Работать. Человек должен работать. Арестан Арестанов, Алекс Платон, Жаназен, Казахстан.